КИНО С ВКУСом ходят к стилисту. Ну, так со вкусом это как раз обо мне. Чё ты смотришь? Чё, я потом не могу иметь вкус? Нет-нет, можете и вкус, и цвет, и запах. Хотя, лучше бы вы имели только вкус. Извините. ГОРОДОК СО ВКУСом Ты чего? Я даже не знаю, с чего здесь начать. Ну, я долго буду так стоять, ну. Ну, стриги, парикмахер. Я не парикмахер, я стилист. Вы даже не понимаете разницу. Ну, девушка. Так ты предлагай, а чё ты молчишь? В нашем салоне, к вашим услугам, моделирование стиля, креативная стрижка, пилинг, лифтинг, маникюр, пеникир. А? Ну, вот это всё, да. Ну, так ты предлагай, а я тебе отвечу. Стриги, парикмахер. Не долго ты молчать не будешь? Настоящий парикмахер что-нибудь рассказывает, расспрашивает. Я стилист. А потом, извините, у нас не принято во время сеанса отвлекать клиента всякой болтовнёй. Вот я всегда говорил, что вы стилисты до парикмахеров не дотягиваете. Я вот, например, деньги зарабатывал далеко целый год. Сегодня прилетел. Не могу же я к жене в таком виде. Она у меня женщина со вкусом. Я понял. Вы, наверное, нефть добывали, были на вахте. Я понял. Нефть? Я что, потом и нефтяной магнат? Олигарх? Простите, извините. Я чёрным золотом не занимаюсь. Я обычным занимаюсь. Ну, в смысле, обычным золотом. Ты лучше мой, понял? Похоже, ты и мыть титулком не можешь. А вы и в этом разбираетесь, да? Ну, так вы же, коллеги. Ты моешь, я мою. Только я золотишко мою в тайге. Вообще-то я не мою. Обычно моет мой ассистент. Ну, вот просто из уважения к вам. А, ну, спасибо. Пожалуйста. И плюс ко всему, его вчера милиция забрала, ассистента. Он капризного клиента чуть в мойке вот не утопил. Ужас. Нет, ты вообще-то неплохо моешь. Очень даже. Очень. Ты поаккуратней. Ты даже не представляешь, какой у моей жены вкус. Она говорит, что если бы не я, то она бы стала кинезвездой и вышла замуж за Бельмандо, Челентана или Делона. Правда, что ли? Ну, жена так говорит. Она так говорит? Она так говорит, а я своей жене верю. А ты своей жене веришь? У меня нет жены. О-о-о. Жизнь проходит, а верить тебе некому. Ох, люкс. Просто люкс. Да. Это неплохо. Не скрою. Неплохо. Вы знаете, только мне кажется, что ваш нынешний имидж и прическа не очень будут гармонировать с вашим ватником. Так я себе кое-что купил. Можно посмотреть? Пожалуйста. О-о-о. Прекрасная модель. Ну, замечательная фирма. У вас потрясающий вкус. Так у меня и ватник непростой от Гучкина. От Гучкина? А кто у нас Гучкин? Модельер? У него что, самые стильные ватники? Гучкин бригадир. Он у него просто самый чистый. Вау! Вот. Вы вернулись. Вы что-то забыли? Да нет, я уже из дома. Я тут недалеко живу. Вернее, жил. Ой. Что случилось? Да, прихожу домой. А там уже какой-то мужик. Полгода живет. Нет, вы не беспокойтесь. Ничего плохого. Вкус у него безупречный. По нему сразу видно. Ну, и вообще, в этом смысле все в порядке. Да. Что же вы будете делать? Куда же вы теперь? Не знаю. Вы ватник не выбросили? Вы знаете, не успел. А вот же он. Вот. Хотя, вы знаете, все-таки, вот так вам значительно лучше. Ну, в таком виде меня ни в одну артель не возьмут. Там свой стиль и свой вкус. Все-таки так вам значительно лучше. Дружище, не спорь. Мне может изменить жена, но не вкус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!